Девушки отдыхают И это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? И когда ты вернешься, то есть если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. Сто лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало. Хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что Остаешься тут навсегда, как Эвеля. Короче, береги там себя. Не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви. Как твои дела? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Хладильник потек, 32 градусов тени, да еще песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. А так вообще, кое-как справляемся вроде. Семья постоянно растет. Заказов теперь много. Иногда я мечтаю просто нормально выспаться. Но нельзя же, чтобы было все и сразу, правильно? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Позвони, как тебе станет скучно в городе. Я тебя прокачу куда-нибудь. Далеко-далеко. Ну, как-то так. Удачи тебе там, Ви. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты, наконец, заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну, или нанести дружеский визит с телетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошим очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну, ладно. Пока. Надо отдать тебе должное, Ви. Ты меня удивил. Когда ты сказал, что собираешься поехать за Хельманом, я подумала, что ты вернешься в черном мешке. Но у тебя все получилось. Я редко ошибаюсь насчет людей и их возможностей. Теперь мне даже интересно, на что еще тебя хватит. Если вдруг понадобится работа, ты знаешь, где меня найти. Здравствуй, Фи. Как я понимаю, тебе осталось жить не более шести месяцев. Я не знаю, как ты планируешь провести это время. Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду. Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Мы хорошо платим. Эти шесть месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Привет, Ви. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что хотела. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох. Шут, Луна и Верховная Жрица. Это... Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями, Ви. Я серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok